В Тверском театре кукол грядут большие перемены. На этот и следующий год намечен капитальный ремонт фасада, также отремонтируют кровлю, фойе, преобразится и зрительный зал. В преддверии профессионального праздника актеров-кукольников с рабочим визитом театр посетили тверские парламентарии. Подробнее расскажем далее. Депутаты областного собрания познакомились с работой всех отделов театра. Наибольший интерес у парламентариев вызвали бутафоры, которые создают куклы. Например, на изготовление только одной головы куклы может уйти целый месяц, так как все происходит вручную. Далее гости театра отправились в конструкторское бюро, где герои будущих спектаклей оживают в руках артистов. И это не только любимые уже детворы Буратино, Колобок или Царевна Прекрасная. Открою вам большой секрет. В этом году и этом планируем поставить спектакль только для взрослых. У нас уже есть проект, мы над ним работаем. У нас есть уже постановочная группа, с которой мы уже договорились. Здесь у нас прошел художественный совет, и спектакль принят в реализацию. Поэтому взрослых ждет большой сюрприз. Во время визита собравшиеся обсудили и то, как театр работает в период пандемии коронавируса. Директор театра Александр Кокошко отметил, что по сравнению с коллегами из других регионов тверские кукольники были на высоте. Эпидемическая ситуация позволяла заполнять зал наполовину. Против четверти занятых кресел во многих других театрах. А сейчас театр готовится к большим переменам. В частности, это капитальный ремонт фасада, кровли и обновление зрительного зала. Это федеральная программа при поддержке, прежде всего, Министерства культуры, правительства нашей Тверской области, непосредственно губернатора. При софинансировании нашей Тверской области около порядка трех миллионов с лишним рублей. То есть ежегодно, начиная с 2017 года, мы участвуем в программе поддержки театров кукол и детских театров Российской Федерации. И за счет этих средств мы ставим новые постановки, начиная с 2017 года. И программа рассчитана сейчас, пока еще до 2023 года она будет продолжаться. Председатель парламентского корпуса региона Сергей Голубев отметил, что Твери повезло. В областном центре есть и театр драмы, тюз, театр куклы, государственный цирк. Выбор у зрителя богатый. Немногие регионы страны могут себе такое позволить. В ближайшие дни, 21 числа, 21 марта, это Международный день кукольных театров. И поэтому, наверное, посещение немножко этим было спровоцировано в хорошем смысле. И второе, то что в этом году, в 2021 году, начинается реализация большого капитального ремонта театра кукол. На реконструкцию здания выделено около 43 миллионов рублей. Это средства из федерального бюджета по нацпроекту культура. А также часть финансируется из областного бюджета. Напомним, что в здании на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы кукольный театр въехал в 1975 году.